Интернет наполнен контентом, представляющий опасность для детей. Это материалы, которые способны сформировать у ребят неадекватное представление о моральных нормах и ценностях. И ребёнок в интернете сталкивается с запредельными для своей психики вещами, которые никогда уже ни из памяти, ни из нервной системы не уйдут. Это как пострессовый травматический синдром у людей, прошедших войну. Приводить может к различным тяжелейшим последствиям, таким как психические заболевания. Суицидальные попытки и даже законченные суициды, преступления. Обилие опасного контента присутствует в социальных сетях и видеохостингах. В Ютубе тысячи просмотров набирают видео, где подросткам весело рассказывают об употреблении наркотиков, скрывая негативную сторону. Если видео, как человек употребляет, курит подросток, и у него вокруг девчонки, и всё весело, это влияет на выбор. Самый действенный способ оградить ребёнка от информации, наносящей вред – убрать её из сети. Депутаты Палаты представителей Национального собрания создали ассоциацию «Информационная безопасность», которая будет отслеживать нездоровый контент в интернете. Основная наша функция – это сбор информации. Это, в первую очередь, мы собираем информацию, с которой, естественно, оперативно делимся с государственными органами. Второй метод, безусловно, наша задача – это выработка механизмов для такой системной работы по предотвращению негатива в информационном поле, в социальных сетях. Ассоциация будет бороться с распространением информации в интернете, пропагандирующей наркотики, насилие и детскую порнографию. В организацию уже вступили шесть общественных объединений. Кто-то профессионально занимается борьбой с наркоманией, кто-то занимается психологическим здоровьем людей, кто-то занимается проблемами педагогики. И в каждом из этих организаций общественных есть, так скажем, свой компонент, который касается информационной безопасности. Привлекать к борьбе с распространением негативного контента будут и молодёжь. У нас есть группа подростков, которые, там, скажем, волонтёры и активисты в нашей организации. Вот мы с ними планируем произвести встречу. И на этой встрече мы определимся, где они получают информацию о наркотиках. Ассоциация информационной безопасности открыта для сотрудничества. В скором времени появится сайт и телеграм-канал, где каждый сможет оставить заявку о распространении опасного контента.